Всем привет! Сегодня мы рассмотрим еще одну партию самого популярного стримера в мире, участника будущего турнира претендентов Хикару Накамуры, который он сыграл против знатока с защиты каракан Александра Рязанцева. Как мы уже догадались, партия началась ходами Е4-Ц6, белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4. Накамура защищает пешку конем, на доске получается классический вариант защиты каракан. Черный нападает на коня, белый контратакует слона. И после отступления набрасывает пешку на королевском фланге, захватывая пространство. Черный создает форточку для слона, белый играет конь Е3. Рязанцев защищается от выпада конь Е5, развивая коня. С одной стороны Накамура фиксирует королевский фланг, увеличивает пространственные завоевания, с другой стороны пешка на поле H5 будет нуждаться в постоянной опеке. После хода Аслан Д3 происходит размен легких фигур, и Александр открывает диагональ для развития своего чернопольного Аслана. Белый подготавливает рокировку в длинную сторону. Рокировка в короткую сторону связана с опасностью потерять все-таки пешку на поле H5. А так данную пешку защищает ладья. Поэтому после хода кони в 6 белые рокировали в длинную сторону. Черный играет ферзь С7, берут под контроль центральный пункт Е5, и также по старинке готовят рокировку в длинную сторону. В наше время более популярным считается все-таки план с короткой рокировкой и рукопашной схваткой. Белые будут наступать на королевском фланге, а черные на ферзьевом. Тем временем американский гроссмейстер централизует коня. Рязанцы врагируют в длинную сторону. Белый играет G3 для того, чтобы прощупать несколько ослабленный пункт D6. Александр провоцирует соперника на подобную активность. Но дело в том, что если сразу напасть на ферзя слоном, то у черных есть интересная реакция. Выпад ферзя 5, темповое нападение на пешку А2 с идеей перевести в дальнейшем ферзя на F5 и разменять сильнейшие фигуры, облегчая себе оборону. Так что Хикару предпочитает разменять коней, а дальше освободиться от неприятного действия вражеской ладьи отступлением ферзя. Черные централизуются, белые делают профилактический ход король B1. Они словно приглашают противника высказаться первым. Здесь стандартным является подрыв C4, но всегда нужно считаться с ответной реакцией ладья А4. И эта ладья будет бесчинствовать по четвертой горизонтали. Поэтому в большинстве случаев черный играет C5 только после того, как белая пешка окажется на поле C4. Предварительно Рязанцев отступает конем на поле D7, не пускает в центр вражеского скакуна. Белый также централизуется, а черный играет король B8. И вот после хода C4 самое время было ответить продвижением C5, для того, чтобы побороться за территорию. Например, если белый нападает на ферзя, то черный с радостью поменяет слонов после размена на поле D6. У белых лишь минимальное преимущество. Либо если белый играет конь E5, тогда черный также меняется на поле E5, а отступает конем с идеей перевести его куда-то в район поля E7, централизовать через пункт C6. Но черный здесь не сыграли C5. В разгар сражения их король оказался довольно трусливым гидом, который сбежал в самый отдаленный угол своего замка. Черный отдали противнику слишком много пространства, угрожает ход слона F4, поэтому рязанцев сразу отступают ферзем. Белый перебрасывает ферзя для атаки неприятельского короля. Черный хотят поставить коня на D5 и нападает на слабую пешку H5. Но Хикару Накамура решил плюнуть на эту пешку и влепить коня на E5 с нападением на пехотинца F7. Черный пешку защищает, белый играет Ф4, связывая пешку А7. И в этой ситуации черным опасно забирать на поле H5. Так как на это взятие белый играет конь C4, создают угрозу хода конь B6, выигрывая ферзя на связке. А на оборонительный король B8 они устраняют защитника пункта F4, дальше выписывают шаг и матуют. Ввиду этого варианта, Александр рязанцев спешит защитить свой слабый пункт B6, освобождая поле D8 для слона. После прыжка коня на C4 с угрозой конь B6, он играет слон D8. И Накамура вновь предлагает полакомиться пешечкой на H5. Черным все-таки стоило взять конем, хотя у белых безусловно есть отличная компенсация. Атака на ферзевом фланге. Ну а вот ход в партии ладья H5 является уже решающей ошибкой, поскольку белый использует прием под названием ладейный лифт. Накамура играет ладья E3 с идеей ладья A3 и навалится на пешку A7. В данный момент угрожает жертва ферзя ферзь A7 с последующим матом от ладьи. Черный вынужден еще больше ослабить свой ферзевый фланг. Накамура закаспаривает коня, нападая на ферзя. И после отступления жертвует фигуру, разрушая королевское прикрытие. С учетом того, что у черных под боем и ферзь, и пешка на поле A6, приходится брать пожертвованную фигуру. Белый нападает на ферзя. Здесь попытка отойти ферзем на поле C8 не помогает, поскольку белый играет ладья B8. На отступление короля просто белый выигрывает ферзя с большим материальным преимуществом. Если же черный забирает на поле B8, тогда белый съедает пешку. Затем объявляет шаг и матец черному королю. Посчитав этот вариант, Александр Рязанцев принял решение отдать ферзя, но и это не лечит. После удара на поле B7, белый выписывает шаг на отступление короля еще один шаг. И в этой ситуации Александр Рязанцев сдался, поскольку на уход короля на поле D7 последует шаг с D6, и белый съедает все пешки на ферзевом фланге, получат огромный материальный перевес. Что ж, если вам понравилась эта атакующая партия в исполнении Хикару Накамуры, поддержите видео лайком, ударом в колокол, потому что шахматы это круто!